Здравствуйте! На Деснат ТВ время новостей в студии Ксения Вьюшкова. Смотрите в этом выпуске. Выставка плакатов военных лет. Поэтому мы очень часто проводим классные часы и мероприятия, посвященные Дню Победы и вообще в Великой Отечественной. Итоги муниципального этапа рождественских чтений. Духовно-нравственное наследие Великой Отечественной войны открывает нам основные жизненные ценности. Открытие турнира «Планета баскетбола. Оранжевый атом». Очень приятно о том, что география наших соревнований продолжает расшаляться по баскетболу. 20 ноября в Центре культуры и молодежной политики Десногорска выступила труппа Калининградского областного телезид-театра с комедией «Мамуля». Как жениться и не ошибиться? Какой дама твоего сердца станет через несколько лет? Народная мудрость уверяет – стоит лишь посмотреть на маму избранницы. Но, казалось бы, простая задача оборачивается для героев множеством неловких, комичных, но всегда очаровательных ситуаций. Комедия «Фарс» принадлежит перу московского драматурга Сергея Белова, получившего прозвище «Господин аншлаг» за неизменный успех его пьесу зрителей. А выступление в Десногорске стало отправной точкой гастрольного тура творческого коллектива. В рамках проекта «Территория культуры Росатома» им предстоит посетить все города расположения АЭС-концерна «Росэнергоатом». 21 ноября первоклассники третьей школы посетили Десногорский историко-краеведческий музей, в котором проходит выставка легендарных плакатов военных лет. Музыка, литература, документальное и художественное кино, а также живопись и плакатная графика оказывала большое влияние на сплочение и поднятие патриотического духа в годы войны. В экспозиции Десногорского историко-краеведческого музея представлены различные иллюстрации знаменитых советских художников военных лет. Призывать защищать Родину, мотивировать солдат к победе и разгрому врага. Такие цели и задачи выполняли авторы в своих работах. Такие известные плакаты, как «Родина мать зовёт» здесь встречаются, встречаются плакаты за Родину, за Сталина. То есть такие плакаты, которые призывающие всех от мала до велика встать на защиту своего народа, своей Родины, своей страны. Московский музей Победы предоставил 30 плакатов времён Великой Отечественной войны. Первоклассники с интересом слушали рассказы о создании, значении и мотивах каждого плаката. Самый знаменитый лозунг Великой Отечественной войны «Родина мать зовёт». Именно он изображён на плакате Ираклия Таидзе, на котором он запечатлил свою жену. Этот плакат был создан в последних числах июня 1941 года. История о создании плаката очень интересна. Сам художник рассказывал, что такой собирательный образ родился совершенно случайно. Услышав первое сообщение о нападении Германии на СССР, его жена Тамара Таидзе вбежала к нему в мастерскую с криком «Война!». Поражённый художник попросил жену замереть и тут же принялся делать наброски для будущего легендарного плаката. Рассказывая о том, как было тогда, в годы Великой Отечественной войны, дети слушали с особым интересом, а на вопросы экскурсовода отвечали молниеносно. Они попали в плен. Да, да, они попали в блокаду. И вот представляете, за Ленинград, видите, борются кто? Что это за солдаты? Какая армия? Красная. На сегодняшний день во всех дошкольных и общеобразовательных учреждениях уделяется большое внимание военно-патриотическому воспитанию. Дети часто ходят сюда, то есть на различные мероприятия, а именно такого рода мероприятия, историческое, да, чтобы дети посмотрели о событиях, которые были, прочувствовали это, опять же, то есть очень важно. Ну, я считаю, в этом есть очень большой, огромный смысл для развития нашей патриотической молодёжи. Для детей, кроме экскурсионной программы, был организован просмотр «Солдатской сказки», а также творческая часть мероприятия, на которой дети сами изготовили плакат и с гордостью написали на нём «Мы победили». Мы все стреляли, чтобы победить немцев, даже плакат сделали. Ксения Бьюшкова, Андрей Прохоров, Владислав Полоскин, Десна ТВ Закон о запрете продавать гаджеты без российского программного обеспечения принят. Такое требование вступит в силу уже 1 июля 2020 года. Гражданам не придётся искать и скачивать самостоятельно программы. Обеспечение будет предустановлено на гаджеты ещё до поступления в магазин. Порядок предустановки российского софта, а также список видов товара будет разработан в скором времени. А вот штрафы за нарушение законопроекта уже известны. Для физических лиц от 100 до 500 тысяч рублей, для юридических от 500 тысяч до 1 миллиона рублей. Таким образом, российские власти хотят поддержать российских разработчиков программных продуктов. 21 ноября состоялось награждение участников муниципального этапа пятых региональных рождественских чтений. Великая победа, наследие и наследники. Подробности далее. 75-е годовщина победы в Великой Отечественной войне. Именно к такой теме приурочены рождественские чтения в 2019 и 2020 году, которые прошли во всех регионах России. В Центре культуры и молодёжной политики города Десногорска состоялось подведение итогов муниципального этапа пятых рождественских чтений. Для приветствия и выражения слов благодарности от лица главы Десногорска Андрея Шубина выступила его заместитель Юлия Галякова. Я выражаю слова благодарности организаторам данного мероприятия, а также педагогам, обучающимся представителями общественных организаций, духовенству города Десногорска за проделанную работу. Желаю вам успехов и плодотворной работы. Педагоги, организаторы и участники рождественских чтений были награждены почётными и благодарственными письмами. Благодаря им в Десногорске был проведён ряд мероприятий с 30 октября по 18 ноября. Ступникова Екатерина Валерьевна, педагог-психолог детского сада «Ласточка». Участниками чтений «Великая победа. Наследие наследники» были школьники, воспитанники детской художественной и музыкальной школы, Дома детского творчества и сотрудники учреждений культуры. А также активное участие приняли и детские сады города Десногорска. Каждое мероприятие и каждый его участник в рамках такого проекта стал сопричастен ко всем событиям, которые происходили в годы войны. Все мероприятия, которые проходили в рамках этих чтений, они были посвящены как раз-таки тому, чтобы молодому поколению, нашим и дошкольникам, и школьникам рассказать о значимости этого события и снова вернуть взоры к истории нашего народа, который ценой неимоверных усилий, колоссальных жертв, одержал эту великую победу. На концерте выступили творческие, танцевальные и вокальные коллективы города. А также на торжественное мероприятие был приглашён почётный гость. Ветеран войны в Афганистане, председатель Десногорского городского совета ветеранов войны и труда Игорь Журавлёв. Он рассказал о поисковых отрядах города Десногорска и об их колоссальной и святой работе. Протеерей Виталий Сладков поблагодарил Игоря Владимировича и подарил образ иконы Божьей Матери – заскание погибших. Хоть вы и сказали, что единицы обретают имена, но всё-таки эти останки наших солдат, которые вы поднимаете, эти безымянные кости, вашими руками и вашими трудами возвращается им наша благодарность, наш поклон. Благодаря таким мероприятиям в молодом поколении продолжает жить сила духа нашего народа. Воспитывается духовно-нравственное и военно-патриотическое воспитание. Ксения Бьюшкова, Александр Ерофеев, Владислав Полоскин, Десна-ТВ. Введение в России трудовых книжек в электронном формате. Такой законопроект был принят в Госдуме во втором чтении. Собирать всю информацию о трудовой деятельности, стажи каждого работника, занимаемых должностях, а также увольнении и прекращении трудового договора можно будет ввести в электронном виде. Такие данные будут ежемесячно передаваться в информационную систему Пенсионного фонда России. Для работников появление такого формата трудовых книжек сведет к минимуму риск потери сведений о трудовом стаже. А отделы кадров такой законопроект освободит от излишних трудозатрат на ведение трудовых в устаревшей бумажной форме. В случае принятия закон вступит в силу с 1 января 2020 года. Пожалуй, одним из самых популярных видов спорта в Десногорске является баскетбол. Для этого вида спорта в Атомграде делается немало. Подогревают интерес к игре с мячом и регулярные соревнования. Об одном из них смотрите далее. Уникальность Десногорска не только в том, что это центр атомной энергетики Смоленской области. Именно здесь, пять лет назад, появился социально-спортивный баскетбольный проект «Планета баскетбола Оранжевый Атом». Сегодня это настоящее спортивное движение. Баскетбол неразрывно связан со спортивной жизнью города Десногорска. И программа «Планета баскетбола Оранжевый Атом» проводит в рамках этой программы не один турнир. Сегодня география проекта уже за пределами России. Среди стран-участниц также Абхазия и Белоруссия. Очень приятно о том, что география наших соревнований продолжает расширяться по баскетболу. И такой вид спорта, как баскетбол, все больше и больше набирает обороты. Встречи продолжают проходить и в Атомграде. 21 ноября был дан торжественный старт очередному турниру «Планета баскетбола Оранжевый Атом». На арене физкультурно-оздоровительного комплекса «Десна» встретятся шесть команд из Десногорска, Москвы, Орла и Калуги. Взрослый уровень игры готовы показать юноше 2006-2007 годов рождения. А завершится мероприятие 22 ноября. Олег Соловьев, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна-ТВ. На этом выпуск завершен. Больше интересного на нашем сайте desnadefiz.ru, а также в наших официальных группах в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм. В студии работала Ксения Вьюшкова. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!